Здравствуйте! Новости нашего города на телеканале Котлас 24. В студии Елена Нилаева. Смотрите выпуски. Сегодня в Котласе началась вакцинация детей от коронавируса. Приивку сделали уже 9 подростков. Призвал к террористической деятельности. 7 лет за решеткой грозит котлашанину за комментарий про ШИС в интернете. Боролись за звание лучшего из лучших. В городском дворце культуры прошла битва моделей. Сегодня в Котласе началась вакцинация детей от коронавируса. Приивку сделали уже 9 несовершеннолетних. Тем не менее, далеко не все жители города поддерживают идею вакцинации подростков. В коридоре у прививочного кабинета уже с обеда выстроилась небольшая очередь. Сегодня по списку на вакцинацию 9 детей. Перед приивкой их родители или опекуны подписывают заявление и добровольное согласие. На сегодня мы начали вакцинацию детей из групп риска. Как и взрослое население группы риска это заболевание бронхолегочной системы, это диабеты, это ожирение. Поэтому мы начали с этих детей. Кроме возрастной категории, на сегодня у нас еще и фоновые заболевания, которые имеют дети. Вакцина «Спутник М» предназначена для подростков от 12 до 18 лет. В отличие от взрослой, доза уменьшена в 5 раз. Противопоказания такие же, как и при любой другой вакцине – обострение хронических болезней, острые заболевания или реакция на компоненты. 40 доз вакцины поступило в детскую поликлинику еще на минувшей неделе. Сколько будет желающих, пока говорить рано. Информация о возможности сделать прививку от ковида разослана в школы. Тем не менее, далеко не все жители города поддерживают идею вакцинации подростков. Я вообще против прививок. Вот я лично сама. Поэтому, мне кажется, и детей. Что, смысл какой? Я думаю, положительно. Потому что надо всем. Трудно сказать. Отдали бы своего сына или внука на прививку от коронавируса? Ну, если она не проверенная, я еще не знаю даже. Нет, не отдал бы, конечно. Я отношусь только положительно, чтобы дети теперь больше болеют. Ладно, старики, молодежь надо беречь. Тем временем, пандемия коронавируса набирает масштабы. Сегодня в Котласе 1834 заболевших. 476 из них – дети. В продолжении темы. В Архангельской области тестирование на ковид увеличилось практически втрое. Ситуация с распространением в регионе новой коронавирусной инфекции стала ключевым вопросом на еженедельном оперативном совещании, которое провел губернатор Архангельской области Александр Цибульский. Мы наблюдаем существенный рост числа заболевших за последние две недели. Вчера суточное число заболевших впервые превысило цифру 2000. При этом мы с вами кратно увеличили охват населения тестированием. Если по плану, который нам доводит Минздрав, у нас должно проводиться 3500 тестов, мы сейчас уже проводим больше 8000. Это нам дает возможность уявлять большее количество заболевших и, соответственно, принимать своевременные меры. Как пояснил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Александр Гирштанский, дополнительные экспресс-тесты выданы специалистам скорой помощи в районах, чтобы они, приехав по вызову, оперативно могли выявить у пациента наличие коронавирусной инфекции и обеспечить заболевшего лекарствами, тем самым сократив количество посещений больного. Александр Цибульский, в свою очередь, дал поручение областному Минздраву в течение недели проработать вопрос о возможном открытии специальных мобильных пунктов, где люди с признаками ОРВИ смогут сделать экспресс-тест на COVID-19, что поможет разгрузить поликлиники. Повышенная нагрузка на амбулаторное звено в период подъема заболеваемости потребовала принятия соответствующих решений. Так, к работе в терапевтических отделениях привлекаются в том числе врачи узкой специализации. Кроме того, на помощь врачам уже пришли клинические ординаторы СГМУ и студенты шестого курса медицинского вуза. Сейчас вместе с врачами трудятся около 50 человек. Все они прошли дополнительное 36-часовое целевое обучение по работе с заболевшими коронавирусом. По словам Александра Гирштанского, привлекаются студенты СГМУ и для работы в колл-центре 122. В режиме повышенной готовности работают и стационары медицинских организаций. В среднем в области ежедневно госпитализируют 120-150 человек. В основном в крупных городах региона. Индексация пенсий – пожизненное заключение для педофилов. Увеличение материнского капитала, штрафы за немаркированные табак и алкоголь. Что еще изменилось в законодательных документах с приходом февраля, расскажем прямо сейчас. С февраля неработающие пенсионеры начнут получать повышенную страховую пенсию. Ее проиндексируют выше официального уровня инфляции на 8,6%. Кроме того, положена доплата за январь в виде разницы между индексацией, которая произошла в начале года. Таким образом, средний размер пенсии после изменений в 2022 году составит 18 984 рубля. Увеличение материнского капитала. Материнский капитал проиндексируют по фактической инфляции на 8,4%. Его размер на первого ребенка с 1 февраля составит 524 500 рублей. На второго – 693 100 рублей, если семья не получала материнский капитал на первенца. Размер доплаты при рождении второго ребенка, если материнский капитал ранее уже оформляли, составит 168 600 рублей. Защита граждан при покупке квартиры. Теперь органы власти и местного самоуправления обязаны передавать в Росреестр данные о признании дома аварийным, подлежащем сносу или реконструкции. При покупке квартиры можно будет запросить выписку из реестра и узнать, не является ли дом аварийным и не собираются ли его снести. Охрана природы. Вводятся штрафы за отсутствие или несвоевременную установку систем автоматического контроля за источниками выбросов загрязняющих веществ. Для должностных лиц штраф составит до 40 тысяч, для юридических – до 200 тысяч рублей. Также штрафы будут грозить, если системы контроля были установлены с нарушением требований или некорректно передают данные в государственный реестр. Пожизненное заключение педофилов. Пожизненное лишение свободы будет грозить за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершенное повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, либо если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности. Немаркированный табак и алкоголь. Повышаются штрафы на производство и оборот немаркированной табачной и алкогольной продукции. Кроме того, вводится административная ответственность за ее перевозку с такими нарушениями. Для юридических лиц ответственность может достигать полмиллиона рублей. К другим темам завершено предварительное следствие отношений котлосского предпринимателя Алексея Худышина. Бизнесмены обвиняют в даче взятки в особо крупном размере. Следствием установлено, что Худышин, генеральный директор строительной компании, договорился с бывшим мэром Котлоса Андреем Бральниным, что построит для него дом и выполнит другие строительно-монтажные работы на земельном участке экс-главы. Также Алексей Худышин выступил посредником в передаче взятки должностному лицу за оказание содействия в увеличении цены муниципального контракта. В ходе следствия на имущество бизнесмена наложен арест. При допросе Худышин признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд. Нашумевшая история с ШИСом, которая началась в июле 2018 года, вызвала бурю эмоций и массу негатива. Посты в интернете с информацией о противостоянии строительству мусорного полигона набирали тысячи лайков и не меньше того самых разных комментариев. За один из них жителю Котлоса теперь грозит до семи лет тюрьмы. В 2019 году в группе ВКонтакте Котлоска Рязмаши «Сплетник-29» мужчина прокомментировал запись на стене сообщества, где, по версии следствия, высказывал призывы к осуществлению террористической деятельности. На прошлой неделе, 24 января, на основании материалов, предоставленных ФСБ Котлосским межрайонным следственным отделом, в отношении Котлашанина возбуждено уголовное дело. В настоящее время данный гражданин дал признательные показания. По уголовному делу проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств совершения данного преступления. Теперь за комментарий Котлашанину грозит от пяти до семи лет лишения свободы либо штраф от 300 тысяч рублей. КОТЛОСКИЙ ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ Которые участников шоу собрались на главной городской сцене, чтобы побороться за звание лучшего из лучших, завоевать главный титул и еще раз убедиться в том, что выбрали правильный творческий путь. Как прошел третий межрегиональный конкурс «Битва моделей-2022» расскажем в следующем материале. 40 красавиц в возрасте от 10 до 18 лет и три стильных симпатичных юношей из Котласа в этом году подали заявки на участие в «Битве моделей». Никто из конкурсантов и не подозревал, какие испытания им придется пройти для того, чтобы доказать звание лучшей модели. А организаторы, в свою очередь, постарались и придумали для участников сложные, но в то же время очень интересные этапы – знакомство, переодевание на время, фотопозирование. Жюри, в числе которых были парикмахеры, дизайнеры, хореографы, выбрала трехпобедительниц «Битвы моделей». Первой в своей возрастной категории стала 10-летняя котлашанка Алифтина Попова. Девочка с 4 лет занимается народными танцами, имеет первые места в городских конкурсах красоты и талантов, завоевала титул «Мини-мисс достояния России», стала первой на всероссийском конкурсе моды и дизайна «Я модель». Победительницей в категории постарше объявлена приезжая красавица Далия Бескурова. 14-летняя устюжанка окончила музыкальную школу, занимается в танцевальном коллективе «Твой мир», посещает театр моды «Лук», выиграла в шоу-проекте «Время танца дети». При этом Даша не забывает хорошо учиться, любит жизнь и движение. 17-летняя котлашанка Арина Тюкавина закрыла тройку победительниц межрегионального конкурса «Битва моделей-2022». Себя девушка считает творческой, любознательной и коммуникабельной, и для этого у нее есть все основания. Красавица принимала участие в театральных постановках, закончила музыкальную школу, играет на домре, укулеле и гитаре. Сейчас проходит обучение в Школе модельного искусства «Арт-фэшн». Это все на сегодня. Смотрите новости нашего города на сайте kotlas24.ru, одноименной группе ВКонтакте и на нашем Ютуб-канале. Далее реклама и прогноз погоды. Не переключайтесь. Среду 2 февраля в Котласе будет пасмурно, ожидается слабый снег. Температура воздуха в дневные часы минус 2 градуса. Ветер южный 4 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Редактор субтитров А.Семкин